3000 СМИ со всего мира работали на форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках пояса и пути. Для их удобства в Пекине открыли медиа-центр, оснащенный всем необходимым для организации телевизионных, радио и интернет-трансляций. Так, для журналистов оборудовали 500 рабочих мест, высокоскоростные сетевые интерфейсы, розетки международного стандарта и предоставили технику для многоканального аудиоперевода. Для сотрудников СМИ здесь же открыли информбюро, типографию, кафе и медицинскую клинику. Уже в первом брифинге, который посвятили итогам десятилетия инициативы «Пояс и путь в морской сфере», приняли участие около 200 представителей СМИ. «Мы активно продвигаем создание Китайско-Африканского центра сотрудничества по океанологии и экономике, связанной с разработкой и использованием ресурсов Мирового океана. Также мы намерены создать центр кооперации Китая и островных государств южной части Тихого океана в вопросах предотвращения морских катастроф и минимизации ущерба от них». Ван Аньтао также сообщил, что за 10 лет вместе с партнерами по инициативе «Пояс и путь» было подписано более 50 межправительственных, межведомственных и других соглашений о кооперации в морской сфере.